Лэмбов Гад! История Лэмбов Гад начинается в 90-м году, когда Крис Адлер, Марк Мортон и Джон Кэмпбелл оказались соседями по общежитию. В те же дни английский язык в том же университете изучал и Рэнди Блайт. Он слушал радикальный панк, в то время как его будущие коллеги предпочитали такие группы, как Докин и Дансы. Лэмбов Гад кто-то однажды очень метко окрестил новой волной американского металла. Действительно, за время существования данного коллектива вряд ли кто-то сможет определить с точностью, что же за музыку играют Агнцы Божьи. Дичайшие, тягучие как смола крики Рэнди Блайта и связка барабанов с басом, от которой буквально трещат кости, вот главные маркеры Лэмбов Гад. Некоторые критики считают, что музыка Лэмбов Гад оказывается чересчур типичной для жанра в целом. Если вы слышали несколько их альбомов, то вы сможете примерно со стопроцентной гарантией предсказать, как именно звучит их следующая пластинка. Это очень тяжелый, громкий, скрежущий, давящий и железобетонный альбом, который при этом не забывает про мелодику, которая может и не отличается чем-то экстраординарным, но зато отлично подойдет для концертного слэма. Если вы в восторге от всего звучания и подобной подачи материала, то Лэмбов Гад окажется отличным подарком для вашего хайера. Кто-то может захочет обвинить группу в излишней стабильности и предсказуемости, но, вы меня, конечно, простите, групп метал вообще не является жанром, который имеет тягу к экспериментаторству и авангарду, так что данная критика является излишней. А вот тексты группы лучше всего описывает название открывающей песни с альбома 2006 года «Иди со мной в аду». Рэнди постоянно критикует политику, поет о собственной алкогольной зависимости и пороках общества. Никакого позитива. При этом он одинаково хорош и когда делает это прямыми словами, захлебываясь ругательствами, и когда подключает поэтические метафоры, которые с его скримом и гроллом звучат особенно зловеще. По его словам, критикует он не американскую политику или ее конкретные течения, а всю мировую систему целиком. А апатичные, принимающие все на веру люди, ее часть. По его словам, общество выбирает политические движения как спортивную команду, поэтому, когда в юношестве к нему прицепилось прозвище «Иконоборец», он только обрадовался. Итак, альбом New American Gospel стоит рассмотреть хотя бы по той причине, что журналом Revolver он был назван одним из величайших металлических альбомов всех времен. Диск является, как бы это ни звучало, вторым дебютником Lamp of God. Просто первый свой альбом они издали в 98-м году, когда парни еще выступали под названием «Сжечь священника». Но после того, как некоторые клубы отказались принимать их у себя, ссылаясь на слишком злобное название, ребята сменили вывеску на «Агнец Божий». Альбом представлял собой примерно то же самое, что и рассматриваемый New American Gospel. Некоторые песни попросту взяты оттуда и слегка изменены. Вокалист Рэнди Блайт вспоминал «В то время меня преследовали две проблемы – нищета и пьянство. Интересное было время. Если быть совершенно откровенным, я понятия не имел, чем занимаюсь и во что ввязываюсь. Мой вокал был записан за день, а весь альбом – за четыре дня. Помню, когда я записывал вокал, все толпились вокруг, гвозели и повторяли «Ну же, быстрее, деньги кончаются!» Я потихоньку зверел. И так один тейк за другим штампую, а им все кажется, что медленно. Но в конечном итоге получилась самая, если можно так выразиться, чистая наша пластинка. Мы ничего не ждали от нее, когда начинали. Обладали минимум средств и, думаю, из-за этого прозвучали очень честно. В заключение скажу, что альбом, несомненно, достоин занять место на полке любого уважающего себя металлиста. Если только он не американенавистник. Хотя есть ли такие среди металлистов? После выхода New American Gospel ребята из Lamp of God на два с половиной года ударились в концертную деятельность. Играя как на крупных фестивалях, так и не гнушаясь маленькими клубами. Агнцы Божьи зарабатывали немалую известность и уважение. Ну и деньги, конечно. Растущая армия фанатов требовала продолжения банкета, и группа уселась в студии за новый альбом. Новый опус не то чтобы кардинально отличался от предыдущего, но был от него довольно далек в плане вокала. Ди Рэндалл Блайт поет абсолютно не так, как три года назад, выдавая не то очень низкий скрим, не то высокий гроулинг, изредка разражаясь скримом классическим. В песнях иногда встречаются электронные вставочки, впоследствии мы будем слушать их намного чаще, лирика фирменная и проверенная временем, метафоры на социальные темы, пацифиз и тому подобное. Из интервью Рэнди Блайта. Могу сказать, что мы едва не довели его до нервного срыва. Дошло до того, что мы с женой вынуждены были сводить его в ресторан, просто чтобы дать возможность снова почувствовать себя нормальным человеком. Работать с нами очень нелегко, и то был уж точно не самый наш легкий альбом. Подводя итог, скажу, что читатели журналов Револьвер и Метал Хаммер выбрали данный опус лучшим альбомом 2003 года, и поклонник этой группы обязан его послушать, так как именно с его выходом Агнцы Божьи стали такими, какими мы их знаем сейчас. Свой третий полноформатник группа записала менее чем через полтора года после выхода предыдущего. Альбом был выпущен на новом, более мажорном лейбле Epic Records. К счастью, на творчество это нисколько не отразилось. Альбом исправил все недостатки предшественника и приумножил достоинства. Песни получились более политизированными и были посвящены в основном войне в Ираке. Диск содержит 11 треков, первая половина – сплошные хиты, в том числе ставшие уже культовой «Lay to Rest». Естественно, своим новым альбомом группа завоевала очередную порцию наград. Журнал Revoler назвал его лучшим альбомом года, а промо-клип на песню «Теперь у тебя есть за что умереть» стал лучшим музыкальным видео. Что касается музыкальной части, то здесь все в полном ажуре. Каждая песня на альбоме по несколько раз меняет темп и основную мелодию. На таком количестве материала ни одна и ни две группы могли бы сочинить в пять раз больше песен, но не лэмбо в гад. Парни решили брать качеством и не прогадали. Когда слышишь мелодичный рифф, думаешь, вот сейчас еще пару нот и получится модный металлкор «Черт Ас-2». На том самом месте, где должен начинаться самый надрыв, у божьих агнцев резко начинается брутальный замес. В августе 2006 года группа выпустила пятый студийный альбом, депутировавший в билборд на восьмом месте и получивший в целом положительные рецензии. По воспоминаниям Рэнди Блайта, процесс создания альбома можно сравнить разве что с актом крайне болезненной дефекации. Много всякой дряни, происходившей в моей жизни, нужно было выбросить наружу. В Сакрамент мы впервые сознательно решили отойти от политики и сделать личную пластинку. Могу сказать откровенно, иногда это было нечто совершенно невыносимое. Один урок я из всего этого точно извлек. Теперь я знаю, что точно не хочу записывать вокал близко от своего дома. Трудно погрузиться в музыку, когда тебя окружает семья, друзья и Xbox. В конечном итоге, наверное, и мне, и группе нужно было выпустить такую пластинку. Но могу с уверенностью сказать, что вернуться в ту область, куда завела меня запись альбома, я бы никогда не хотел. В декабре 2008 года Lamb of God поехали в тур на разогребе у Металлики. А в феврале 2009 вышел очередной альбом, посвященный памяти Микки Бронсона, помогавшего группе на заре популярности. Бронсон был сбит насмерть пьяным водителем в ноябре 2008 года. Диск дебютировал в хит-параде сразу на втором месте при 68 тысячах копий, проданном в первую неделю. Как отмечал журнал Kering, альбом как раз и дает ответ на вопрос о том, что заставляет пристально следить за группой самую вдумчивую часть метал-аудитории. Музыка альбома ошеломляет и опустошает, но тексты при этом сработаны мастерски. Одна из его песен «Контрактор» рассказывает о современных наемниках, причем Буайн провел на эту тему специальное научное исследование, начав его в документах от 16 века. По воспоминаниям Рэнди Буайта, основная тема пластинки – саморазрушение. Она о том, как мы, общество, страна, группа уничтожаем себя, даже когда пытаемся себя защитить. Думаю, очень вероятно, что происходящее на Земле – часть какого-то общего плана, которым руководствуется природа. Есть мнение, что после индустриальной революции человечество стало превращаться в планетарную болезнь. И что, как и любой нормальный организм, планета пытается от этой болезни избавиться. Следующим альбомом группы является работа «Resolution», вышедшая в январе 2012 года. А в июне, в Праге, вокалист Рэнди Блайт был арестован полицией за причинение смерти по неосторожности. Совершенное 24 мая 2010 года. Тогда на выступление «Lamp of God» подвыпивший зритель забрался на сцену, мешая группе играть, и Рэнди вышвырнул его со сцены обратно в зал. Неудачно упав с высоты сцены, зритель получил травмы, от которых скончался. В результате Блайт оказался в пражской тюрьме, где находился 37 дней, пока его не отпустили под залог. Певца оправдали в 2013 году, когда он решил вопреки советам юристов вернуться в страну и предстать перед судом. Вдохновленный травмирующим опытом, Рэнди Блайт написал две песни для восьмого альбома «Lamp of God». Также эти события нашли отражение в его мемуарах, где он впервые рассказывает свою часть истории публично. «Помню, как этот товарищ, молодой светловолосый парень, которого я только что сурово воспитывал, влезает на сцену передо мной, исчезает в толпе, а затем поднимается, схватившись от боли за голову. Я согласен, но не на все 100%, что я столкнул его со сцены. Помню, как он стал с растерянным взглядом. Я посмотрел в толпу, чтобы убедиться, что он в норме. Несколько ребят из зала подняли палец вверх, мол, он в порядке, продолжай. Еще я помню, как этот парнишка покачал головой, как будто что-то не так, а потом продолжил трясти головой, как ни в чем не бывало, и растворился в аудитории. Сначала я волновался, но казалось, все хорошо. Мы продолжили концерт, никто ничего нам не сообщил. Так уж вышло, что свою очередную пластинку Lamp of God выпустили в очень интересное и противоречивое время. И нет, дело тут не в пандемии коронавируса, а в массовых протестах в США, которые одни окрестили борьбой за права расовых меньшинств, а другие удобным поводом для грабежа и разбоя. И даже если на самом деле оба этих определения имеют место быть, любое заявление на какую-либо политическую тему в наше время быстро обрастает критикой и руганью. Так что когда на новеньком полноформатнике Lamp of God проскальзывают цитаты вроде заставить Америку снова ненавидеть и плавильный котел тает, то они заведомо нарываются на безумство хейтеров. Так оно и вышло. Белая прослойка населения заявила, что Lamp of God продались и записали альбом на потеху толпе, мол потакают они черному населению США и пытаются таким образом заработать очки среди либеральной прослойки металлистов. При этом противоборствующая им группировка, не вчитываясь особо в лирику, уже наоборот заявила, что Lamp of God это всего лишь белые элитисты, которые зашибают бабло на чужой трагедии. Получается, что таким образом музыканты не удовлетворяют ни одну сторону, оказываясь эдаким козлом отпущения посередине. А все почему? Потому что политические темы до добра не доводят, особенно если подавать их не в виде осмысленного комментария, а в виде кричалок и лозунгов. Lamp of God похожи на оголтелых подростков-панков, которые орут и лишь потом думают, что они орут, или вообще не думают. А еще более интересно на самом деле то, что исходно все эти песни писались отнюдь не на злобу дня. Lamp of God записывали альбом еще в начале года, и даже если на песнях вроде New Colossal Hate они и касаются миграционной политики, то их мнения не имеют ничего общего с творящимся тогда в США. Это скорее отсылка к миграционной политике Трампа, который предлагал построить стену на границе между Соединенными Штатами и Мексикой. Просто так уж вышло, что сия тематика снова стала актуальной, и Lamp of God угодили на раскаленную жаровню человеческого абсурда. Но в 2022 году Lamp of God презентовали девятый альбом. Фронтмен коллектива Рэнди Блайт, объясняя замысел заглавной песни и всего альбома, высказался так. «Думаю, что многие неприятности и трудности, с которыми сталкиваются люди, можно было бы очень легко предотвратить, просто обращая внимание на очевидные повторяющиеся закономерности, как в нашей личной жизни, так и в более широком социально-историческом контексте. То, что некоторые называют предзнаменованиями, на самом деле является просто проявлением того факта, что нет ничего нового под солнцем. Глупо игнорировать это, но мы все это делаем». Глупо игнорировать это, но мы все это делаем.